Дом покера По мотивам реальных событий 1976 год, Консул Блавс, Айова Твою мать Далась на перегонке с солнцем утром и с луной ночью Есть только сегодня А потом есть еще ночь Все, что угодно может произойти И все, что угодно происходит Привыкай к этому У тебя есть 10 минут Для того, чтобы убраться с моим домом Прежде чем мои сестры поднимутся в школу Если это какой-то Праздник еврейского народа То нет никакой школы Тогда у тебя есть 5 минут Да Ладно Этого я раньше не видела Наверняка не убьет меня Пока что, по крайней мере, это не случилось Но это как когда люди тебе говорят, что их собака не кусается Откуда им знать вообще об этом? И никто не придет, чтобы спасти мою задницу Мне потребовалось минуту, чтобы понять, что это Мужчина в белой шляпе Мужчина на белой лошади Да Он не придет Я помню, когда мне было 10 Если кто-то подарил мне дневник в качестве подарка Я почувствовала себя так, как будто бы уже слишком поздно Поэтому я не стал ничего писать в нем Слишком многое уже произошло Так что это не была бы вся история Я снова себя так чувствую И мне 14 Но никто в это не верит Да и никому рассказывать Если девочка падает в городе, никто этого не видит Случилось ли это? Просыпайся Просыпайся Черт Просыпайся А холодно? Не совсем Мой лицо, Ванечка Где твоя младшая сестра? У Шилы Что? Она там Кто? Кэми Я спросил тебя об этом где-то час тому назад Да, но она у Шилы Даже не смотря то, что мама Шилы сказала, что она больше не может там оставаться Потому что ей не по карману кормить семерых вместо шести Типа, в чем большая разница Но Кэми ходит туда каждый день после школы И к тому времени, когда мама Шилы возвращается домой после второй работы На собачьих бегах Скучно У нее достаточно энергии, чтобы разбереть Кэми И выпихнуть ее на улицу Кэми, твоя мать маленькая Вряд ли она занимает так много места Да, но она ест всю их еду Хорошо для нее, может быть, вырастет А ты чем будешь заниматься сегодня? Ничем Ну Доставлю эту газету Ну, а потом пойду поем Маме Келли Ну, и к тому же у меня есть книжка Для школы Наверное, нужно будет почитать ее Ну, а потом Поиграю на своем саксе Как насчет того, чтобы ванну принять Мамы здесь? Да Тогда нет Эй, пчелка, подожди Ты вернешься? А ты готовишь завтрак? Я могу приготовить макароны с сыром Правда, у нас нет молока или масла Макароны на апельсиновой воде Я нашла Сыр начиск Сдрит из прошлого вечера Могу Скипятить всю эту горячую воду Нет, так вот не сработает Типа сработает Нет А вот и сработает Я лучше земли поем Один час Один час Дурацкая приманка Пчелка Однажды Вылила всю выпивку в доме Это, в общем-то, прошло неплохо Заведите Д Krieга Я молод sins Д Verны Я~! Я вода Я бы Я mam В этом Я тоже Душу Душу Мамы Я делаю Я настоящ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я вообще-то кости кидал за Джуджу Эти ниггеры не знают, как себя вести Ну да, ты ведь рассказал им? Выиграл, по крайней мере У меня спасли восьмерки выпадали в течение целого часа, маленькая девочка Ты не ответил на мой вопрос Я пытался тебе рассказать, просто ты меня не услышала Сама пересчитывай И я ответила ему поцелуем Вот моя девочка Я что, теперь должна начать людей стрелять, если хочешь, кого бы ты первым пристрелила, тебя А в чём дело? Тебе больше Макдональдс не нравится? Я съем это Не волнуй об этом, свою черную задницу А у тебя есть анекдоты 382 долларов Ну, может быть, ниггерам не стоило дурака валять С пацаном думаешь, что они крутые Какой сегодня день? Ну, раньше это называлось понедельник Но после возрождения крутого сегодня вечером, о нет После того, как дождь падал с неба Как могу человеку успокоиться, преподобно, я всё понял У меня игра сегодня вечером, игра Малыш, разве ты газеты не читаешь? Это дамский чемпионат конференции по набиванию задниц парня в библейских пропорциях Успокой свою узкую попку Я читал про тебя в газетах, девочка И что там сказано? То, что ты любишь меня И И то, что ты Собираешься Открыть банку набивателей Задницу на Баскетбольной площадке сегодня Значит, ты умеешь читать? Ты всё ещё любишь меня? Ну, конечно А что происходит с уродами? Я недавно набила задницу одному большому нигеру Альфреду Я не спрашивала, как его зовут Томми Я не знаю, я никогда его раньше не видела Что? Ты ещё и оглох тоже Я сказал, что я никогда его раньше не видела тоже Да нет, конечно, черт в идее Это дворечная сучка Должна кое-кому, кое-какие деньги Сара Привет, малыш Поднимай свою родную задницу, сучка Я знаю тебе У тебя есть мои грёбаные деньги? Я ни хрена не хочу слышать Ты напилась, что ли? Чё из задницы здесь пахнет? По-твоему, что это такое? Ты ведь знаешь, что не играю в игры, сучка Не хочу я участвовать в том, что происходит там Да, вот именно, шлюха Заоткройся, твою мать Ну, я действительно Люблю, когда меня целуют 442 доллара Не будешь есть? Да мне насрать про твой яичный МакМаффин Как хочешь, маленькая девочка Кэмми Кэмми Мама сказала, что тебе пора Твою мать Который час Это не имеет значения Мама сказала, что ты должна уходить Давай, давай Сделай это, сделай это Рэй В доме, в доме, в доме Ясно Рэй Господи, Иисусе, да что происходит? Да ладно, кончайте играть, но Мама Майк ударил меня Черт подери, какого черта? Что здесь происходит, а? Кто трогал мое полотенце? Это красное полотенце, мое полотенце, оно мокрое Ты трогала его? Мама, что? Кэмми, тебе пора домой Хорошо Эрл Пока, Кэмми Пока, Шила Пока, Миссис Хайтауэр Пока, Миссис Хайтауэр Пока, маленькая девочка Хорошо, спасибо Пока, дорогая Милая Да, пока Мама Убрала опять кровь Тут и весь дождь, аптечка Садись и ешь Эрл Ну, Кэмми, судя по всему, мы с тобой Идем в одну и ту же смену сегодня Это точно А что скажешь, если мы позавтракаем? Звучит здорово Отлично Подожди минутку Что? Судя по всему, ты выросла где-то на сантиметр во сне, правда? Я не знаю, стоит ли мне кормить тебя пока что Что? Ну, я хочу вырасти А, правда? Хочешь, да? Да, конечно Ну, хорошо Тогда поехали Отлично Хотел бы, чтобы ты был моим папочкой Я не мог бы быть твоим папочкой Да, я знаю И ты не могла бы быть моим ребенком Да, я знаю Хочешь знать почему? Да Да Думаю, да Да Потому что я бы убил тебя А вот и нет А вот и да Я бы тебя убил своим поцелуями Никого ты не можешь убить поцелуями Ну да Вообще-то, в самом деле, мост Да Если их щекотать одновременно Да, но это бы не сработало Точно А знаешь, что еще? Что? Если бы ты был моим ребенком Я бы заставил тебя есть лук И большие санглечи С салатом А вот и нет Я бы заставил тебя еще спать в собачьей будке А вот и нет Ты хороший парень Новости или спорт? Спорт Значит спорт Поехали! Твою мать! Ян так тусна от дерева, потому что мы скользили. А где же всё? Я всё убрала. О, Господи! О, Иисусе, зачем? Нет, ну где же... Где... где мои вещи? Ну, знаешь, вы, люди, вечно всё перемещаете. Где мои вещи? Люди вечно перекладывают все мои вещи. Знаешь, что это мой дом. Я могу оставить свои вещи, или я не могу... ...сделать так, чтобы люди не брали вещи, перемещали их, передвигали. Да что за... Да где всё, твою мать? Мне что, надо ли тебе выпить, Господи Иисусе, Христос на кресте? Могу я или нет оставить свои вещи там, где я хочу? Ведь мой дом, ради Бога. Люди... Люди берут вещи... ...берут вещи... ...берут вещи... ...у меня. Наверное, нет. Что? Почему ты вечно смотришь на меня боком? Позволь тебе сказать. Есть много дерьма, которые ты не знаешь. Ты думаешь, что я знаю всё буквально обо всём, но ты ни хрена не знаешь. Я не смотрю на тебя. Ты вечно смотришь на меня. Разве тебе некуда идти? Оставь меня в покое. Пожалуйста. Я не беспокою тебя. Нет, нет. Я просто говорю. Ты просто говоришь. Я говорю. Нет. Нет. Ух ты. Нет. Твою мать. Да. Послушай. Я говорю. Этот большой, который ушёл... ...трахаться умеет. Так что, когда ты будешь готова... ...ты только скажи мне. Потому что придётся сделать это рано или поздно. И лучше уж это сделать правильно. Потому что тебе придётся придумать... ...что-нибудь. И побыстрее. Очень скоро. Нужно платить, чтобы играть. Потому что тебе... ...не будет 14 вечно. Спасибо Господу за маленькие услуги. Всё не всегда было так. Ну так. Хреново. Дом. Моя мама. И вообще всё. То же самое время. Когда-то мы были настоящей семьёй. У меня был отец. Иисус призвал маленького ребёнка к себе и усадил его. Он был проповедником. И сказал. «Говорю я тебе. Прими же обращение. И станьте как маленькими детьми. И вы не пойдёте в Сарство Небесное». Я видел, как он излечёт. Однажды парень у него в валютном кресле. Отец положил в него свои две руки и сказал. «Иисусе, Иисусе, Иисусе». Очень быстро. Раз за разом. И парень просто встал и пошёл. Парень прошёл где-то шагов пять, наверное. А потом он понял, что он идёт, и он упал на своё лицо. Вот тогда-то я поняла, что всё это чушь. Поверь в меня. Давай туда. Быстро. Обычно по воскресеньям. Если Господь благословлён нас хорошими позертвованиями, мы шли хороший ресторан и заказывали банану сплит. Чёртова шлюха. Иди сюда. Проваливай отсюда. Ну же. Валя отсюда. Давай, иди сюда. Давай, проваливай отсюда. Давай. Быстро. Не волнуйся, Эгнес. Не волнуйся, Эгнес. Я не хочу тебя. Так что полиция наконец-то приехала и вытащила нас оттуда. Маму тоже. Папа поменял рубашку, потому что у него была крох на ней, и шутил с полицейскими, пока маму, меня и Пчёлку, и Кэмми везли в какой-то мотеле. И нас переместили на тысячи миль оттуда, и с тех пор я ничего о нём не слышала. Я снова ходил в церковь, и даже не так давно, но чёртова дверь была заперта. Клянусь, Господом, ты запер две передо мной, я заперла две перед тобой. Потребовалось мне какое-то время, чтобы понять это. Привет, Док. Отлично. Итак, вот это завтрак чемпиона. И чемпион чего ты? Бухла? Ну, как насчёт того, чтобы резать коров? Прости, Долли, но чекс у тебя есть, пока что ещё нет, малышка. Закуски пока нет. Хочешь, мне спасибо. Да. Да. К телефону! Клайд, ты единственный здесь. Наверное, я просто от чёрта кусок дерьмя, никто не знает. Может быть, это даже меня? Да. Да какого хрена? У него что, неприятности? Да. С Богом. Ну, хорошо, я скоро буду. Не время ещё для завтрака? Нет. Я сказал, что я буду там, чёрт подери. Да, я сказал, да. Да помоги мне, Господи. Ну, а что требуется? Нужно просто туда. Всего лишь три коровы. Всего лишь три коровы. Матерь Божья! Господи Иисусе, твоё мать чёртов ты, Христос! Кто-нибудь, закройте дверь! Белая девочка, белая девочка, ты что, оглохла? Займись дверью! Ладно, хорошо, стоим. Господи ты, Боже мой! Подписывайся. Боже мой! Боже мой! Но не надо, не надо. Боже мой! Боже мой! Подписывайся! Понял! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Математика и геометрия Не так давно, а также в жизни ходила в темноте, я встретила Христа Иисуса. Моё сердце забилось, я чуть было не отрубилась, настолько близко, насколько я к тебе, да, ближе, сделанное из ничего, кроме одиночества. Здорово, здорово. Давай, подожди мне, малышка. Эй, папа, как дела сегодня? Вот черт, а? Ну, вполне нормально, да. Да, живу. С одним раком. И скоро отправлюсь дальше. Как у тебя дела, большая девочка? Я тоже в порядке. Привет, Севтеля, привет. Привет, Севтеля, привет. Собираюсь переехать. Чего говоришь? Ну, я просто говорю, потому что, может быть, ты меня уже не так часто будешь здесь видеть, я не хотел бы, чтобы ты беспокоился. Погоди, погоди. Ты, твоя мама, твои сёстры, что, и сутенер, и дом покера, и шлюк, который живёт в гараже, и вы все собираетесь куда-то переезжать? Да, нет, только я. Я переезжаю. А, и как же ты это сделаешь? Ну, я говорил со своим школьным советником, и он поговорил с детскими службами, и они сказали, что отправят меня в приют. Ну, да, в большой, который на северной стороне, потому что только богатым людям по карману приёмные дети, ребёнок моего брата, набрал кучу этих приёмных, старик всех их тракнул, забудь про это, Тевтель, это фигня. Ну, в любом случае, я жду, когда они мне сообщат об этом. Подобные вещи требуют времени. Чёрт подери, большая девочка, как ты думаешь, можешь мне устроить поездку в новый приют? Ты слишком старый, у тебя дурацкие привычки. Чёрт подери. Ну, вот видишь, а? Ты крюкаешь, смеёшься, роняешь в чёртову бутылку. Пошёл ты в жопу, папай. А что я тегру на счёт того, чтобы чёртый хатся младшенький? Позволь тебе сказать, я твою задницу на две части разрежу у меня. Есть нож для того, чтобы твою задницу порезать, правда, что ли? На пополам, и папай, что там у тебя? У тебя что, бензопила, что ли? Ну, как тебе это нравится? Это нож для убийства. Нож для убийства. Да, точно. И кого ты убил в последнее время? Не убил никого несколько лет. Ну, давай, и собираюсь начать сегодня. Давай, вот твоя мишень. Видишь, как двигаются? Я двигаюсь, и что ты сделаешь? А ты иди сюда и получишь кусочек. Хочешь часть меня? Вот тебе мишень, папай. Давай, дружище. Давай. Я ничего не собираюсь сделать по этому поводу, малыш. Да я сумасшедший ублюдок. Твою мать в жопу, каждое грёбанное тело. Доброе утро. Ла-ла-ла. Конечно. Им нравится, когда моя сучка сзади западает в жопу. Я говорю, этой сучке дурка не валяйте. Вот этого дерьма начнётся. Это и тебя коснёт в первую очередь. Я ей сказал, не валяй дурка с Дэрилом. А она сказала мне, что она справится. Она сказала, я справлюсь с этим. А я ей говорю, нет, ты не можешь с этим тоже справиться. Гляньте на себя. Ты прямо шакокан. Только ты маленькая. У тебя нет задницы. Твоя мама здесь. Она спит. Девал сегодня утром заходил, да? Он сказал, что ищет меня. Нет. Ой, что? Ой, блин, обалдеть. Мужик живой. Нужно есть с кем маленькая девочка. Посмотри на те тетики, что я тебе притащила. Я пойду в постель. А что случилось с Лалой? Она вообще там. В тюрьме. Места. И вот что получается, когда драковали с Дэрилом и так далее. Что? Лала стояла посреди чёртовой стоянки. И там была куча крадного дерьма. Вопрос Дэрилу, кто твою мать должен был сделать это? И что такое твою мать? Дэрил взял свисту в свое свисту. Я пошла к этой сучке, хотел с ней поговорить, но она не собиралась меня слушать. Она думала, что она слишком много знает, чёрт подери, как она с этим разбирается. И пошла она в жопу. Я не собираюсь вытаскивать этого сучка оттуда, чтобы я отправилась в тюрьму специально. Это просто глупо, помимо глупости. Если Дэрил начнёт здесь что-то вынюхивать, скажи, что я разберусь с ним, когда я с ним разберусь. И не стучи в мою дверь, потому что я очень-очень устала. Опаздывай. Откуда ты знаешь, что он опаздывает? У тебя часов нету. Я знаю, потому что я знаю. Ну да. А вот и он. Ты ведь знаешь, что ему предложить весь этот квартал. Самый худший, твердожубый. Затк, которым я когда-либо был. Поэтому он такой богатый. Он экономит все свои деньги. Если это богатое житие, не хочу я даже частью этого. Судя по всему, твой мастер-план начинает срабатывать. Эй, ну зачем ты так сильно хочешь, чтобы я порезал тебя? А в чём дело? Что, этой маленькой зубочисткой, дамской, которая у тебя? Дамская зубочистка? Да ну к чёрту, заткнись, урод. Доброе утро, мистер Голстин. Доброе утро, папай. Который час? Пора работать. Да, это уж точно. У меня тут целая куча. Елезь вперёд. Сначала дамы. Ты не знаешь, ты просто девчонка под всем этим. Лучше закрой свою пасть, иначе тебе сзади снабью, маленький мальчик. Ну хорошо, значит, это у нас 1 доллар и 50 центов. Да, точно, отлично, очень хорошо. Отлично. Чёрт возьми, маленькая девочка, давай уже поторопись, ладно? Она может не торопиться. Значит, что получается, пчёлка, это всё? Да, думаю, да. Ну хорошо. Спасибо большое тебе, пчёлка, и мы с тобой увидимся. Утро. С Божьей помощью, если какой-нибудь гад не поднимет руку, тогда я тоже с вами увидишь утро, мистер Голстин. Ну, хорошо. Следующий. Вот, пожалуйста. Папай. Мускат от Моли Питчер, малыш. Золотые рыбки такие вкусные, но только здесь. Иногда я беру их с собой домой в кармане, но они такие не очень вкусные, на самом деле. Знаешь, почему я их называю золотыми рыбками? Потому что давным-давно ребята из колеских браз ели настоящих плавающих золотых рыбок со страшными глазами. Это было пари, двойной такой собачьей пари. Пришлось это сделать при этом случае, у них были бы проблемы. С учителями пришлось бы их убить, так что они едут золотых рыбок. Ну, конечно, живых, и они к тому же были очень хорошими. Хочешь? Слушай, маленькая девочка, не нужно для этой дерьмо. Меня тошнит от этого, очень странно. Доли, у тебя что, нету? Тони Тайгер или Паковник Кранча. Неужели, маленькая девочка, обязательно есть эти гадкие, отвратительные штуки? Я сначала голову ем обычно. Почему ты спрашиваешь? Ну, чтобы не укусило тебя. Вообще-то это печаль, на самом деле. Остается хвостик, там, чушуя и так далее. А знаешь, как вот рыбка может ест себя до смерти? Это правда, правда. На самом деле, если их достаточно кормить, они могут наесться и взорваться. Это правда, по-настоящему. Хотел бы я это увидеть. Хотя, на самом деле, это было бы очень печально. Вот, две пачки Виллианс, дамочка. Он плохой мальчик. Никогда не называл никого отцом. Зачем беспокоиться? Когда ты ушел, ты забрал Бога с собой. Никогда не встречал никакого проповедника, который бы не пытался, дочинуться на нее, продать ее и деба, забрать твой грех домой с собой. Видела, правда, забавные шляпы, когда они сделали нового папу, дав папе его стадо. Никогда никого не называла отцом. Зачем беспокоиться? Нету преподобных, в любом случае, достойных. Видела сутенерчиков, которым нужно, чтобы Бог был правдой. И нет конца тому, что они делают. Когда ты уйдешь, забери Бога с собой. Эгдос, это не смешно. Эгдос, это не смешно. Ты припугал меня от досрачки. Я думал, что это машина или еще что-нибудь. Вот видишь, обычно вот что получается, когда тушуешься рядом со страшными домами. Здесь жутики. У меня чуть боль, сердечный приступ не случился. Сердечный приступ. Тебе 12, Эйнштейн. Да, но... Люди бывают пугаются до смерти. От страха. Господи, Иисусе, Марии и Иосиф. Ну хорошо, прости. Ладно, давай, иди, берег чист. Никого сейчас нет дома. Плак сам. Это не смешно, Агнес. Совсем не смешно. Ты могла быть грузовиком или автобусом, или... Летки с дерева, или еще чем-то. А чего ты ждешь? Автобус, что ли? Давай уже, иди. Не смешно, хватит. Прости, я люблю тебя, пока. Я тебя тоже люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Новости! Я только что заставила Бона какать в свои штаны прямо перед страшным домом. Это крутая новость, люди, так что давайте не передавиться. Привет, Агнес. Привет. Ровена. Здравствуй, красотка. А вот у меня для тебя кое-что. Ух ты, спасибо, мой цвет, кстати. Спасибо, да, пожалуйста. Эй, Питти, эй, Боб. Вперед и назад. А пахнет точно так же, Боб. Мистер Джеффрис, легенда своей собственной спиной. Я в порядке, в порядке. Отличный костюм. Вы похожа на молочного Боба, да? Но спасибо тебе, дорогая, что вы тут делаете, мистер Джеффрис. Я тысячу раз говорил на вам, стоп, идите домой. Ты что, чокнул, что ли? Я нужен здесь. Я единственный, кто знает кое-что. Дай мне это. Почему, по-твоему, они называют меня мистер Все? Вот именно, потому что я выполнял каждую работу в этой комнате. Давай, спроси меня о чем-нибудь. Я спрошу вас о чем-нибудь. Ну так, давай в таком случае начинай. Хорошо, сейчас... Где мужик? Точку. Он в командном центре. Он ищет епошек. Спасибо, мистер Джеффрис. В любое время, малышка. Отлично, ну давай. Не торопитесь, боже. Пять, пять. Сплошные пятерки. Ну, наверное, придется тебя оставить. Вы можете себя оставить. У меня таких еще много. Мадерка жена напомнила мне сегодня, что ты не заходил в дом в последнее время. Тебе что требуется? Письменное приглашение, чтобы прийти к нам на ужин. Наверное, я была занята. Ты могла бы заехать к нам в дом, и я мог бы забрать тебя в субботу вечером. Не хотел бы, чтобы ты помешал твоим занятем на неделе, понимаешь? Ну, у меня баскетбол, дела разные и так далее. Ну и... Как тебе, Рэмбаунд? Мне он нравится. Ну и другой парень, который приходит. У нас с ним день рождения одинаковый. Рэмбаунд мертв. Да, 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 это так. И он был гомиком. Есть что-нибудь еще, с чем я могу помочь тебе? Да, сегодня день зарплаты. Заплати мне. Это точно. Сегодня день зарплаты. Иди к крови, не бухгалтерию. Вы имеете в виду вон то, что там протоколы, без протокола, без правил поведения, мир. Да, место будет просто киш-мя-кишеть анархистами, это не светочит, а вот очень хорошо заплатить, девочки. Давай, не преступничай. Простите, это что, бухгалтерия? Ну, наверное. А можно мне мою зарплату? Да, да. Сейчас. Спасибо. Спасибо. Ладно. Спасибо. Да прямо здесь, понимаешь? Эй, Дизи. Ну да. Присмотри за моим великом. Господи, я скажу еще один раз. Это был последний раз. Эй, Пуки. Скажи Ранделлу, что я здесь и хочу получить свой чек. Эй, лучше заканчивай. Я с тобой не играю. Понятно? Ранделл, Агнес нужен чек. Как ребенок? Нормально, наверное. Как ты говоришь, я снова зову. Зову ее Томика. Она назвала ее Шандра. Эй, Пуки, ты будешь в порядке? Наверное, буду в порядке. Нет, ну, клянусь Богом. Эй, 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 ну все, хватит. Давай, давай. Давай, иди, иди. Кончетра коврять с ним. Эй, Агнес. Эй, Агнез, хочешь поработать сегодня вечером? Полуфинал У меня игра сегодня вечером, самая важная игра в моей карьере Быстрее ты передумаешь, дай мне знать Ну все, хватит с меня, все, я сейчас с тобой разберусь Кто тебе сказал-то? Ну все, ладно, это мой велик, давай, вот черт, а Ну дает, а она сумасшедшая, чувак Да у меня 427 там, нет, у тебя там 427, 287, я тебе прямо сейчас говорю, там 287 лошадиных сил А потом Элис уверилась в том, что ребенок, которого носит Джулия, от меня Как он может быть ребенком ее брата, когда Иден любит Декс? Она сказала, Джулия мне, что больше никогда не хочет видеть нас снова Разве ты девочка не живет в доме покера? Маленькая девочка, раз ты не живешь в доме покера С нами пора обедать, устафия в покое, ты знаешь, что это ее любимая история Пора обедать? Я тебе скажу, сколько сейчас времени? Время на рейтме новую выпивку, вот сколько сейчас времени Это самое худшее, что могло быть Как у нее может быть ребенок от одного человека, когда кто-то другой любит тебя? Малышка, эти телевизиончики, они не настоящие Давай лучше ешь И кое-что еще Знаете, нет, то каждый раз, когда кто-нибудь говорит, я люблю тебя На самом деле это кто-то, кого они не любят Все совсем наоборот Они просто пытаются быть хитрыми насчет чего-то еще Мне кажется, люди, которые любят друг друга Они не должны такие вещи говорить, как, допустим, кто-то говорит что-то очень громко Типа, о, да, действительно, я люблю свои ноги Но, конечно, ты любишь свои ноги Иначе ты упал бы без них, Кэми, дорогуша Не беспокой себя Лучше давай выпей немножко вишневого апельсинового сока Нет, не хочу я больше сока Я хочу, чтобы кто-нибудь приехал за мной Ну давай, давай, посмотрим Ух ты, давай Да, и он бросает, и промахивается Ух ты Да, у нас четверо ниггера, четверо Да, я Клайд, я Клайд Ну да, Джи всегда будет Клайдом А ты кем будешь, а? Ну-ка дай, дай мне мой мяч, парниша Забудь об этом ниггер, попробуй сам Ребята, четверо, да, Ду и Черный Тони Вы двое вместе Да, ты шутишь, наверное Ну да, конечно, минутку Какая у нас команда? Ты сказал, что вы Клайды Значит, получается, вы ниггс, да? Ой, слушай, нас поимели, пацан Забудьте вы все об этом Да, мы книгс Да, мы с вами разберемся Конкретно Заткнись, придурок Агнесс, кто вы такие? Я Джордж Гервин Я ледяной Ну да, круто Я доктор Джей Погодите Вы не можете быть ракетами и Лейкерос Это игра всех звезд Да, ладно, чувак, ладно, неважно Все, играем Ну хорошо, давай Ты давай пасуешь мне Я прохожу, потом пасую тебя обратно А потом я сделаю свой проход Как змея туда снег Когда я посмотрю на себя Ты кинешь мне А потом прямо посередине Хорошо Отлично, все, давай Поехали Мяч Пол Чувак, ну чего ты, дурака, вылезешь с игрой? Теперь мы не можем играть Черт, ты ударил ее, ты ударил ее Это даже не фоба Это было по-настоящему Ну, с каких-то пор Птички трогать это законно Слушай, я задерживал Джорджа Джарбинна А у Джорджа нету тиси Когнесс есть, поэтому это фоб Слушай, я тянулся к мячу Но ты тянулся к Агнесс Черный Тони Он любит Агнесс Правда, что ли? Любит люси Это что, смешно? Я лучше сиськи твоей мамы потрогаю Этот ниггр по-настоящему дерется А ты что, теперь Мухаммед Талиб? Ну да, кто хочет быть Джорджем Форманом? Давай, ну что, как насчет Джо Фрейзера? Джо Фрейзер, фу Плати, пес Пошел ты в жопу, ниггер Эй, блин Все, давай, вставай и вали отсюда Да ну к черту, что за фигня? Если не просто так пришел Надо кончать Дай мне 10 долларов Вот так, девочка Но все и должно быть так Слышала о том, что с Лалой случилось? В жопу эту сучку Кто-нибудь участвует? Вы знаете, как все устроено Пять карт Двойки ниже, тоже выше Одноглазый Джек, да? Ну, Шора, ты разве сказал, что это был Одноглазый Джек? Черт из два Эй, чувак, я просто спрашиваю Лучше спроси свое Задаст ту и телку Может быть, она знает правила В любом случае, твою мать Любой дурак знает Что это за правила в этой игре Да ну в жопу Нельзя выиграть Можно только проигрывать С этим ублюдком Больше мне достанется А я не сумасшедший Я совсем не сумасшедший Ну что? На что это похоже? Похоже на двух баб Ты, вороватый ублюдок Попался, чувак Как все прошло Это мужской мир Да ну в жопу тебя, чувак Не знаю, откуда у тебя три короля И чертов твою мать тус А что за фигня такая, твою мать? Я только что это сделал, нигер Мой малыш победитель Сукин сын Да ладно, чувак А что ты в жопу, нигер Я победитель Это всего лишь игра Давай вставай на ноги, ублюдок Твою мать Это мой друг Ты его не знаешь, блин Нужно научиться, как своих шлюп Держать в порядке Посмотри, что твоя делает Ой, это же моя песня Давай потанцуй со мной, малыш Давай О, я вижу кое-что, что мне нравится Эй Я тебе говорю, чувак Заработай мне денег Пять долларов Я сказал, Вали, не ходи туда Не валяй дурака Сделал Она сказала мне, что она может справиться с этим Она говорит Я могу справиться с этим Господи Твоя жизненная амбиция Это убить меня, что ли? Я пытаюсь помочь тебе Помочь мне всем Увидеть Иисуса по-настоящему Я пытаюсь помочь тебе Когда это дерьмо началось? И сколько нам лет? Что, настолько все плохо? Ну Да нет Всегда ведь плохо Разве тебе не нужно там в оркестре Репетировать или еще что-то Но у тебя сегодня понедельник У нас нет репетиций по понедельник Мы репетируем сегодня, потому что Сегодня понедельник, да, понедельник Иди в дом Келли Я уже сказал тебе об этом Пчелка, просто вали отсюда Давай, иди в дом Келли И не возвращайся в какое-то время, ладно? Блин, да Слушай, ты это неправильно делаешь Вот так это делается Очень умный кузнечик Ну, девочка В отеле, в комнате Через 15 минут У нас там 50 банок пива А где моя зажигалка? Твою мать, а? Не так давно Или в жизни Идя в темноте, я встретила Христа Иисуса Иисуса Мое сердце замерло И я лежал спокойно, пока он приходил Так близко, как я к тебе Да Ближе Сделано из ничего Кроме одиночества Твою мать Где ты был? Я тебя искал, между прочим Кончай дерьмо, начинай Я знаю, что за фигня Я знаю Эй Дай-ка я звякну Иди сюда, девочка Позволь себе кое-что сказать Я в порядке Я знаю, что ты в порядке Я сказал, что я хочу сказать тебе кое-что Морис, оставь этого ребенка в покое Она тебя не хочет Агнес Сегодня еще игра будет вечером Да Учитывая, что такая маленькая, как я Я веду твою фотку в газете Фотка в газете Ну, конечно В смысле чего? Она знаменитая баскетболистка Она девчонка И она знаменитая писательница К тому же Я не знаменитая Твоя фотка была в газете? Да Тогда ты знаменитая И чего ты делаешь здесь? Я живу здесь Ты живешь в доме покера? Я думаю Наверное Это твоя мама? Это твоя мама? Ладно, иди, играя в баскетбол, девочка Грянь какой-то у меня весь такой сентиментальный Вот черт, какая классная задница Ну да, я здесь Что ты хочешь делать со мной? Ну Давай, подожги мой огонь Ты думаешь, ты куда собралась? Рыбалку Ты пока со мной валяешь, маленькая девочка Разве ты не знаешь, что я плохой, плохой мужик? Ты знаешь, куда я иду И еще пока что ты не идешь Да, иду Мне нужно разогреться с командой Я пойду туда играть Поговори с тренером И пока что еще нет Это были его губы, которые сломали меня Тонкая кожа Сладкий привкус Как желей и пудинг на одном вечернем столе Вот так все было сладко Сладко, как виски и кола Сладко, как... Мони, чего ты все ходишь за мной по этому чертову месту? Да все знают, что ты горячая мама Я не какой-нибудь там низкосортный ниггер Да чего ты хочешь, Мони? Ты поможешь мне привезти товарищ, какой-какой? Я не могу у них три места Нужно было тебе сказать Чтобы есть товарищ, да, да, получишь половину Но, скажи об этом ублюдке, у которых ты это возьмешь Половину Половину, черт подери Что заикаешь, что или черт Это все, что ты хочешь сказать? Ты был злым весь вечером Да ладно, я просто так С этим придурком играл А это что? Пачерица, ну да, типа того Ты доверяешь мне? Конечно нет, черт подери Ладно, кончай, не смейся надо мной Эй, Дюваль, я занят, чувак Я рассказал Пускай ждут Да, слишком все живо Я это ему и сказал Жопа это дерьмо Никакая гребаная полиция Никуда мне не повезет твоя моя гребаная лала Не будет никаких визитов от моей задницы к ей ближайшее время Давай, нигер Отведи меня в клуб Да, ты готова уже, просто поехали Кто наполняет воздух своими криками? Кто смеет бросать? Вызов Силисинбада Ну что же, я разберусь с ними Быстро к этому кораблю Давай Сладкий И мягкий Не как тот мужик, который избивает мою маму Мужик, который любит меня Который целует меня так И сколько мне было, твою мать? Тринадцать? Нет, погодите То была зима Четырнадцать Почти что? Да, почти Девственница Девственница Я не знаю, сколько ему лет было Джуваль могло быть и тысяча А я была сосунком по его рту Такому сладкому Но тот день Ой Нет 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 Что? Разве не сказал Валер Нахер Слезай с меня, ублюдок Разве я не говорила? Разве нет? Сваливай от меня, твою мать Это не происходит Нет Это не считается Одна тысяча один Одна тысяча два Одна тысяча три И теперь я уверена, что ребенок одного из маминых сутенеров растет внутри меня Агнес? Агнес Да Да Что ты делаешь? Папи Ничего Мама Эй Эй Сбегай в магазинчик и быстро Потому что нам Ньюпорт нужен И большая бутылка танкере Да И смесь кровавая Мэри Мистера Ти Ты ведь знаешь, я не могу пить это с водкой Вкус вообще никакой Зачем они вообще Делают что-то со вкусом как ничего Это что, мыло у нас закончилось Тратишь только все впустую Я помню, когда ты была ребенком Все время, чего ты хотел, чтобы я делала, это Читала тебе И все, что у нас было, так это две книжки Красная Я не помню, как она называлась И другая книга про кроликов Цыплят и какое-то там дерьмо Ты даже еще пока что не ходила Но ты все время говорила Прости мне красную книгу Прости мне красную книгу Я читал эту книгу, наверное, миллион раз Так устал от нее, ради бога Читал одну и ту же чертову историю раз за разом Так что Я просто Сажал тебе себе на коленку Просто переворачивал страницы Придумывал какое-то дерьмо Придумывал свою собственную историю Притворяюсь Как будто бы я читал тебе А тебе даже еще годы не было А ты просто Поворачивалась Смотрела вверх на меня и говорила Прочти историю Бывало, ты пугал меня до чертиков Призносил целые предложения с тех пор, как научилась говорить Прочти историю Я пыталась тебя дурачить Но никогда не могла еще с тех пор, как ты была маленькой Ты всегда знала, что я делаю Как же эта книжка называлась, а? Красная Помнишь? А ну в жопу Не важно Давай в магазин Оставь себе сдачу, если хочешь М Wire Как же А ну в жопу Как же А ну в жопу Есть только сегодня, и потом ещё есть сегодняшняя ночь. Всё что угодно может случиться. И всё что угодно происходит. Вот это ценная киска. Чего? О ком ты говоришь, а? Ты сказала, настало время ей зарабатывать за себя. Разве ты не согласилась при этом? Да ты уже почти что покойник. Ой, посмотри на себя. И что ты сделаешь с этой штукой, а? Мама, этот ублюдок грабанный только что изнасиловал меня. И теперь он хочет быть моим сутенёром к тому же. Я не знаю, что ты там говоришь. Он тебе подходит. Он хороший. Заботься обо мне. Ты слышала только что меня, твою мать? Стой, где стоишь, иначе я. Вышиб у тебя к чёртовой матери мозги. Маленькая девочка. Успокойся сейчас же. Давай. Ты не хочешь провести остаток своей естественной жизни за решёткой. Ты не хочешь этого и делать. Ты думаешь, что найдётся полицейский на этой планете, который меня запрёт за то, что я убью тебя? Ты... Прекрати это. Прекрати это. Я не могу жить без него. Так что... Я не могу и не буду. Так что убей меня. Ты убей меня. Мама. Он изнасиловал меня. И он избивает тебя. И он продаёт тебя. И теперь он хочет продавать и меня тоже. И ты хочешь умереть за него? Да. Я иду на свою баскетбольную игру. Нет, нет. Убирайся давай. Ты убирайся. Ты убирайся вон из моего дома. Нет. Нет. вида. Подожди, подожди, малыш. Подожди, не уходи. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тайм-аут у гостей Так, давайте Осталось только 7 минут до конца Ну давайте, давайте, давайте Быстро дамы Счет 47-34 Игра вот-вот закончится Итак Наконец-то наша Первоклассная решила появиться Может быть она Очнулась о смерти У вас жалко смотреть Мастерн 13 Победите отправиться домой Дамочки Сколько можно, чтобы вам всю ночь Задись набивали? Агнес, докажи то, что Я прав Никто Просто так не хуй Команда на три Раз, два, три Команда Есть парень, который пишет мне стихи Оставляет их в моем шкафчике Он думает, что я этого не знаю Зава этого Питер Ну а вот разные футболисты Которые со мной не разговаривают Если кто-нибудь есть рядом Одна-ка Терри любит обсуждать Поэзию Клубургер Кинг А я отдаю Альфреду Ответы На разные Школьные уроки Амарио играет со мной Один на один Каждый раз у стоянки Когда я захочу Агнес, 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 Агнес Два очка Резь вью Отлично Отходим сейчас Дамы-звезды Берут еще два очка 10-14 И снова Агнес Номер 14 Серьезный фон Итак, свободный бросок Ставь на свою игру Еще один шанс Остаться чемпионом штата Так, только шаг Знаешь, у тебя это есть Давай разберись с ними Вот один Спокойно, спокойно И второй Резь вьюн У них классный игрок А вот и дамы-звезды Два И снова Агнес действительно Сегодня разогрел Номер 14 Устраивает Просто шок настоящий Сейчас 58-54 44 секунды в игре И вот проход Отличный в конце игры Ну что же Сейчас ничья 60 на 60 Хорошо Отличная работа Резь юн Проходит по площадке И 5 секунд 4 секунды в игре Агнес бросает И он в сетке Резь вьюн Становится чемпионом штата Отличная работа Я заработала 20 очков За 7 минут Это был настоящий Рекорд Удержавший себе Пока еще одна девочка Из софтморской школы Не побила его Ну и молодшина Продолжение следует Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Да Так что я бы сказала Это хорошо на твоем месте Потому что на самом деле Мы ждали и ждали А потом начали ходить И было доходы Заткнись Агнес Агнес Мы приготовим себе Мы приготовим себе ужин Детишки У Говарда Джонсона Дау Говарда Джонсона Но сначала Но сначала нужно К доли заехать И обналичь все эти чеки К доли? О нет Нет, нет, нет Так, ну серьезно Пожалуйста, я могу подождать в машине Или еще что-нибудь Я сдохну Нет, ну то есть Я там, наверное, 800 часов провела сегодня Я также, я думаю Что я съела всю вишню у доли Да Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все замечательно DimaTorzok 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 Продюсер Стивен Кэннелл. Продюсер Стивен Кэннелл. Продюсер Стивен Кэннелл. Продюсер Стивен Кэннелл. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...